Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу о такой части комплекса мер по социальной адаптации детей с рас, как развитие социально-бытовой ориентировки. Или, проще говоря, развитие навыков в социально-бытовой деятельности. Вроде как тема очень приземленная и достаточно простая. И это то, что мы делаем с вами каждый день, но вряд ли кто-то из присутствующих хотел бы расстаться, например, с свободой и самостоятельностью в бытовом плане. Также, вроде как, у обычно развивающихся детей каких-то особых мер для развития социально-бытовой самостоятельности не требуется. Так же, как и у многих детей с нарушениями развития, мы также не говорим об этой теме настолько отдельно или как какое-то прицельное внимание ей не уделяем. Но, как было замечено, некоторые ключевые особенности детей с рас Некоторые ключевые особенности детей с рас препятствуют формированию социально-бытовых навыков и, соответственно, не дают им успешно адаптироваться в бытовом плане. Например, это трудности в освоении новых видов деятельности, новые приборы, новая обстановка, новые вещи, сам новый алгоритм каких-то действий вызывают у них очень часто очень много тревоги и отказ от деятельности. Гиперчувствительность к различным шумам, звукам, ощущениям, какие-то блики, бытовые приборы, страхи различных бытовых шумов это одно из того, что мы отмечаем на диагностике у таких детей. Также нарушение функции планирования и самоконтроля, о чем здесь говорили много раз. Сниженная способность к имитации, то есть то, что дети обычно развивающиеся начинают повторять за родителями, перемешивание, пользование бытовыми приборами, готовка, одевание, меряние одежды. Часто детей с рас эта сфера вообще обходит. Трудности при возникновении внештатных ситуаций, я думаю, не надо про это долго рассказывать, и так всем известно, что бывает при внештатках. Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненной. Вот здесь тот самый момент, когда мы в коррекционных школах часто посещаем уроки СБО, а дома мы рассуждаем о космосе, и при этом не можем открыть холодильник, даже если очень голодный, и не можем себе что-то достать. Стереотипность. Иногда это сказывается, помимо того общего рассуждения о стереотипности поведения, иногда это сказывается, например, в стереотипности при запретах. Родители с детства учат детей с рас. Нельзя трогать плиту, нельзя трогать острая, нельзя подходить к многим приборам на кухне. И дети, например, приходя на урок СБО в коррекционной школе, если они посещают такую школу, или на урок труда в обычной школе, на общеобразовательной, они боятся вообще туда зайти, потому что там все, что им нельзя, и все, что вызывает у них страх. И некоторые особенности эмоциональной сферы, которые также все знают. На основе всего этого возникла необходимость в организации специальных занятий по социально-бытовой ориентировке, которые бы, во-первых, могли учитывать особенности детей с расстройствами аутистического спектра, которые я уже перечислила. Опираться на сильные и сохранные области развития. Опираться, например, на зрительные анализаторы. Опираться на некоторые, возможно, сверхценные интересы. Опираться на интерес к медиа и так далее. И что естественно, для того, чтобы облегчить ситуацию переноса полученных навыков из учебной ситуации, бытовое пользование, это привлечение к работе по СБО семей этих детей. Потому что если мы научимся что-то делать в школе, совсем не факт, что ребенок будет это делать дома. И совсем не факт, что ему разрешат это делать дома, но о семье я скажу чуть-чуть отдельно. Нашу программу по работе мы построили, исходя из следующих сфер. Если мы вспомним, например, программу Воронковой по социально-бытовой ориентировке в коррекционных школах, то эта программа несколько напоминает спираль, когда дети каждый год проходят одни и те же сферы. Например, гигиена каждый год, но разное. Питание каждый год, но разное. И так далее. Здесь мы строили это по некоторой концентрической системе. И первый блок большой программы подразумевает те навыки, которые касаются самого ребенка. То есть программа начинает стартовать от самого себя. Названия у нас пока рабочие, поэтому, возможно, несколько еще корявенькие, но тем не менее, они отражают суть. Блок первый. Я сам для себя. То есть все, что ребенок может сделать для себя. Например, это личная гигиена и здоровье. Банально звучит, да, но это мытье рук, чистка ушей. В том числе и снятие тревоги перед этим, и освоение алгоритма деятельности. И понимание, зачем это нужно. Основа питания и приготовление простой пищи. Часто такие дети не могут открыть холодильник, прийти на кухню и достать себе что-то. Когда их родители не заняты, или когда ребенок достаточно маленький, это выглядит приемлемо. Но если это не развивать, то подросток будет функционировать так же. Пользование, хранение и уход за личными вещами. Одевание, раздевание, убирание вещей, уход за этими вещами, простая стирка, чистка обуви и одежды. Следующий момент. Да, тут мы видим, что у нас проблеснул наши косы. Да, актуализация академических знаний для личного обслуживания. Часто такие дети прекрасно считают, производят сложнейшие математические вычисления. Но при этом посчитать количество вилок для стола большая трудность. Или посчитать, сколько мне нужно для какой-то операции, для какой-то технологии тех или иных предметов, то, что ребенок может применить сам, вызывает много трудностей. И так далее. В том числе и речь. Не рассуждение о космосе, а о том, как попросить что-то в магазине. К примеру. Обучение, планирование простых видов деятельности и оценивание достигнутого результата. Это то, что пригодится не только в СБО, но и везде в принципе в жизни. Что я хочу получить? Что мне нужно для этого сделать? Какие материалы мне нужно подобрать? Мы используем специальные схемы, блок схемы. Мы используем некоторые материалы из ПЭКС. Используем видеомоделинг. Все медиа, которое для нас доступно, также у нас используется на наших занятиях. И когда ребенок получил результат своей деятельности, он может оценить, например, благодаря блок-схеме, опираясь на нее, то ли это, что я хотел. Следующий блок – это «Я в семье». Мы слегка расширяем границы ребенка. Учим его, во-первых, понимание границ как семьи в целом, так и каждого из ее членов. И имущественные, и пространственные. Здесь начинается понимание «твое», «моё», «можно», «нельзя», «мамины вещи», «папины вещи», «лично Петины вещи» и «вещи Петиного брата». Где заканчивается Петя и начинается Петина мама, например, и ее личное пространство. Получение навыков, необходимых для участия в жизни семьи. Это и торжества, и праздники, и общая деятельность, и так далее. Представление о семейном жилище. Здесь начинается представление еще и о безопасности. Это адрес, телефон, как ребенку найти свой дом, как доехать из разных областей вместе с родителями, например, из школы или из ближайшего магазина. Также безопасность жилища. Здесь и пожарная безопасность, и так далее. Поддержание порядка. Следующий блок. «Я иду в большой мир». Это, наверное, самый волнительный блок для родителей, и иногда самый важный. Потому как часть детей хотя бы простейшими бытовыми действиями овладела, но тут нужно выйти куда-то. Это пользование общественным транспортом. Понимание принципа товарно-денежного обмена. Поведение в магазинах, поведение в музеях, кинотеатрах, медучреждениях, их назначения. И межличностное общение вне семьи. Это социальные границы. То, что наши дети, приходя, например, в кабинет врача, не чувствуя границы, начинают обниматься с ним или обнимаются со всеми подряд учителями в школе. И так далее. Что мы делаем с одним человеком, что мы не делаем с другим человеком. Как себя вести со знакомым и незнакомым. Когда мы можем обратиться к незнакомому человеку, и как это сделать. Но это уже такой высший пилотаж, последний блок. Когда мы начали всю эту работу, а начиналась она еще в ЦПМСС, ДИП, когда это был Кошенкин лук, то тогда сразу было замечено, что не привлекая семью ребенка, мы практически поддерживаем отсутствие переноса полученных навыков и умений в бытовую ситуацию. Родителей привлекать сложно, бывает, потому что, во-первых, у родителей тоже есть страхи. Как это мы подпустим ребенка к плите, или как это мы дадим ему нож. И не дай бог мы заикнемся о том, чтобы пустить ребенка в транспорт без родителя когда-нибудь в принципе. Также иногда это бывает, влияет на перестройку семейной системы, потому что дети становятся более самостоятельными. И некоторые действия, которые делали родители, делать уже не нужно. Что мы делаем в этом плане? Одно из занятий раз в две недели, параллельно с занятием с детьми в группе по социально-бытовой ориентировке, проходит с родителями, где специалисты могут, во-первых, получить обратную связь от родителей. То есть, как все то, что мы прошли, применяется дома, а почему не применяется, или какие есть трудности, и как мы можем в этом помочь. Обучаем родителей необходимым навыкам взаимодействия, некоторым поведенческим технологиям, для того, чтобы они могли улучшить вот этот самый перенос навыков. Иногда снижаем родительскую тревогу перед тем, как выпустить ребенка куда-то, и работаем с этим. Также работа с родителями ведется на начальном этапе, когда мы смотрим, с чего же мы стартуем в этой программе, какие навыки уже есть у ребенка. Это, наверное, тема особого разговора, я ее сильно поднимать не буду. На данный момент в нашей стране я не видела методики, которая позволила бы адекватно оценить уровень социальной адаптации, поэтому мы пока пользуемся шкалой Violent, хотя она официально не пущена в работу в нашей стране. Очень бы хотелось ли бы увидеть когда-нибудь аналог, или все-таки адаптированную и официально работающую шкалу и у нас. Какие выводы из всего можно сделать? При отсутствии специально организованных занятий по социально-бытовой ориентировке мы все-таки действительно увидим, во-первых, полную отщепленность академических знаний у детей от жизни. Дети о многом рассуждают, вроде как многое выучили, но при этом они совершенно дезадаптивны в социальном плане и применить никак полученные знания не могут. И все-таки, мне кажется, что задачи образовательных организаций, которые берут на себя заботу о таких детях и о заботе об их образовании, воспитании, это в том числе и создание условий для того, чтобы они могли адаптироваться и в быту в том числе. Ну вот, кратенько. Надеюсь, я уложилась. Спасибо.